Здравствуйте! Вы смотрите канал компании Фотопроцентр. И сегодня мы находимся в фотостудии Олега Зотова, где он снимает свой урок для своей видео школы. Не будем его мешать. Теперь урок закончен, и мы можем разговаривать в полный голос. Здравствуйте, Олег! И расскажите о своих впечатлениях и о сегодняшнем уроке. Здравствуйте! Урок был замечательный. Для тех, кто еще не в курсе, мы тестировали такие недорогие вспышки китайские. К моему удивлению оказалось, что им не только можно снимать, а им просто нужно снимать, потому что вы увидите фотографии. Они уже увидели фотографии или еще увидят? Еще увидят. Вы увидите фотографии, все получилось. И те недостатки, которые мы заметили, они легко устраняются. Знаете, я даже где-то в шоке, потому что получается, что примерно от 30 до 60 тысяч рублей, это нужно столько, чтобы оборудовать светом студию. Я ожидал, конечно, не такого результата. Мне казалось, что это какие-то такие должны быть, какие-то сотни тысяч. Но вот Китай не зависит от курса валют, по крайней мере, не так зависит, как какие-то европейские страны, американские. Так что супер! К примеру, шведы. Что сподвигло вас на создание фотошколы? Я думаю, нас заинтересовал, как зрителей, такой вопрос. Ну, наверное, с одной стороны, наступает момент, когда уже пора что-то рассказать. На самом деле, в последнее время, ну, вы увидели, да, появилось столько людей. Люди снимают там буквально три месяца, и через три месяца уже выкладывают такой, делает блог. Как надо снимать, как надо учить, как надо, так сказать, мое видение, как я снимаю свадьбы, и как я это здорово делаю, и прочее, и прочее. С одной стороны, конечно, неплохо, у меня точно не будет конкурентов из тех людей, кто смотрит такие видео. С другой стороны, все-таки, знаете, это практически невозможно смотреть, и хотелось как-то поделиться, рассказать. Потому что, прежде всего, эта фотография, это же очень весело, да, это замечательный образ жизни. Это точно, там, говорят, у вас такая работа, да какая работа, да. В чем сегодня была работа, да, пришла красивая девушка. Ее накрасили, она принимала такие интересные позы, мы это все снимали, тестировали, прообщались, да. За два часа сняли кучу материала, есть что вспомнить, есть чем похвастаться, есть что обсудить. Я не устал. В чем работа, да. И каждый день у тебя появляется что-то новое, да, в любой момент могут позвонить, сказать, вот, журнал предлагает вам снять, там, какую-то звезду, или, знаете, а готовы ли вы завтра полететь, там, в какую-нибудь, там, на какие-нибудь Мальдивы и поснимать моду. Замечательная работа. Хотелось как-то этим всем поделиться, рассказать. И, к моему удивлению, стало достаточно интересно. То есть меня этот процесс заинтересовал. Видимо, не только меня, потому что, да, я получаю огромное количество писем, на канал подписалось много людей. И это не какие-то, там, мертвые подписчики, да, это живые люди, которые пишут письма. Забавно, что, наверное, там, сотни писем приходит примерно такого содержания, что спасибо, у меня была фотокамера, или, там, мы купили жене фотокамеру, или мне подарили фотокамеру, я попробовал, ничего не получилось, и полгода она лежала. И тут вдруг, неожиданно, и люди с первых кадров, для меня вообще было удивительно, мне казалось, что все-таки, ну, это должно, там, может быть, 30-40 уроков должно быть, да, пройти, чтобы людям что-то так объяснить. Люди с первых кадров начинают снимать интересные работы, при том, я понимаю, что иногда везет, иногда они снимают, а в следующих работах они не могут к этому приблизиться. Но, тем не менее, они уже поняли, они поняли принцип, и они стали снимать что-то интересное, и, там, 5 или 6 тысяч работ в Инстаграм выложено, это потрясающе, да, я не думал, что кто-то будет, ну, кого сейчас можно заставить отойти от компьютера, да, слезть с дивана и идти что-то снимать, да, еще потом это выкладывать и получать какие-то, иногда, не очень лестные оценки. Тем не менее, они это делают, то есть удивительно. А есть ли какая-либо задумка о конечной точке, то есть это бесконечный процесс будет, или заполнено какое-то количество уроков, все-таки? Ну, то есть, с точки зрения конечности, наверное, нет, да, то есть, с одной стороны, мне всегда говорят, ну, хорошо, вы расскажете это и это, да, каждый день что-то новое, особенно, если ты фэшн-фотограф, ты просто вынужден придумать какие-то новые ходы, рассказывать о каких-то, я же не могу там снимать, я не снимаю каждый день одно и то же. И более того, я бы очень не хотел это делать, потому что это точно не конвейер, а школа еще заставляет тебя, так сказать, показывать людям какие-то новые приемы и ты должен, так сказать, вот, если заказчик бы не заметил, он же не ходит ко мне каждый день, то в школе люди смотрят, да, ага, повторяешься. Поэтому здорово с этой стороны, что надо придумывать много, и процесс бесконечный, потому что это творчество, искусство, да, сколько уже люди рисуют? Много рисуют, да, и рисуют же, рисуют, и ничего, так сказать, и, наверное, не закончится там в этом веке. С другой стороны, смогу ли я это делать? Ну, пока мне это интересно. Пока интересно, тем более школа дает такую возможность, появляется очень много интересных людей, да, что скрывать, спонсоров. И, при том, действительно, можно рассказать о каких-то замечательных вещах, поделиться, и я вот надеюсь, да, сегодня мы рассказали, все им путают, про фотоцентр, или центр? Фото-процентр. Фото-процентр, да. Да, ага, фото-процентр, да. Как узнать? Как узнать людям, что эта вспышка действительно хорошая? Это очень тяжело, потому что рекламы много, рекламе тяжело поверить, потому что все, никто не скажет, да, мы продаем очень плохие, да, плохие дорогие вспышки. Все говорят, нет, мы продаем замечательное, да, дешевое, лучшее оборудование. Я надеюсь, что мне будут верить, потому что я точно не буду обманывать, потому что мне это незачем, да. И вообще, вот в этом смысле очень интересно, я бы рассказал, как в мире существует школа. Школа существует, значит, там обычно работают люди, которые очень хорошо умеют учить. Но, как правило, это фотографы не очень высокого уровня. Да, они иногда приглашают на какие-то уроки, там, какого-нибудь фотографа, который там специалистом. Кто-то в моде, кто-то там в съемке еды, кто-то в съемке свадеб, такая звезда. Но обычно это все-таки учителя. Люди, которые не добились высоких успехов в фотографии, но умеют объяснить. У нас немножко, так сказать, школа другая, да. Я могу похвастаться тем, что я снимал много обложек, много журналов, много звезд, и я реально действующий фотограф. Это такой большой плюс моей школы. Второй плюс моей школы стоит в том, что этого вообще нет ни у кого. К нам приходят звезды. Мы не просто показываем съемку на каких-то условных моделях, да, часто безликих. Мы показываем съемку с реальными людьми, которые работают там в фэшн-индустрии, в кино. Аня Хелькевич, да, реально действующая звезда. Сейчас будут еще очень много звезд, я просто не хочу еще, так сказать, объявлять вперед. Клоун цирка до солей, да. Да, огромное количество в ближайшее время все увидят. Такого вообще нет в мире, да, нигде, ну, понятно, там есть автские права, там есть это как-то вот. Мне, благодаря тому, что я, ну, наверное, лично знаком, удалось прорваться в эту область, и более того, многие звезды просто хотят. Я уже получаю звонки, он говорит, Олег, давай, да, что-нибудь снимем для твоей школы. Супер, да, мы как-то поменяли. Почему интересно снимать звезд? Звезд интересно снимать, потому что, если ты фотограф, ты ничего, так сказать, не снял, твоему снимку будет уже огромный интерес. Потому что это звезда, потому что уже есть своя аудитория, свои поклонники, люди следят за звездами, все понятно, да. Но если ты, как фотограф, смог чего-то еще принести, сделать какой-то неожиданный образ, какой-то там интересный фон, место, да, что-то в этой звезде открыть, честь и хвала тебе, и, так сказать, талант звезды помножается на твое умение, и это все, так сказать, геометрически прогрессиво заставит. Снимок обречен, так сказать, уже жить, так сказать, очень долгое время, и его точно люди будут смотреть. И со звездами же интересно работать, это люди, у которых уже, так сказать, все сложилось, им есть что рассказать, им есть что показать, они, так сказать, в своей области достигли огромных результатов, и они выдают это и на камеру, и в разговоре, и очень интересно. И мне кажется, что основная задача, наверное, моей школы, я уже об этом говорил, но, наверное, стоит повторить, мы не очень, да, о школе долго рассказываем, да, хорошо. Значит, основная задача, то есть существует западный подход, западный подход к фотографии, ну и вообще к творчеству, тебе ничего не рассказывают, даже, в общем, толком ничего не показывают, но создают такую атмосферу творческую, что ты просто, некуда у тебя деваться, ты будешь бегать там по музеям, листать альбомы, узнавать у всех, потому что ты горишь этим, да, и ты будешь творить, и ты будешь снимать, и что-то делать. И существует такой вот российский подход, как говорит мой друг Дмитрий Пучков, переводчик Гоблин, да, он такой армейский, он такой, делай, как я, не спрашивай, делай, как я, так сказать, сделай, и потом поймешь зачем. То есть не поймешь, не важно, получится вот тот результат, который я делал, такой и получишь. Истина, наверное, лежит где-то между, то есть да, людям надо что-то объяснять, но я считаю, что вот это творчество очень важно, вот этот творческий подход, творческая атмосфера. И я вот заметил это на своих съемках, как проходят съемки, да, приходит обычно заказчик, приходит там какой-нибудь там директор, который говорит, я, знаете, я просто посмотрю, я вообще, я не творческий человек, я только плачу деньги, мне это все неинтересно, я просто посижу, посмотрю, как они расходуются, мои деньги. Начинается съемка, и уже через полчаса он говорит, а если еще вот так попробовать? Я говорю, ага, видите, вас зацепило, вы начали творить, вы уже не хотите, да, говорить о деньгах, вы говорите, хотите рассказывать, да, попробовать, у вас уже творчество проснулось, потому что мы вас заразили, и вот школа так и действует, поэтому люди берут фотоаппараты, покупают вспышки, берут модели, да, идут куда-то, им хочется творить, им хочется к этому приблизиться, потому что это интересно, и это вот, наверное, главная заслуга. Они научатся, если есть, вы сами понимаете, да, есть желание, если ты хочешь, если ты чего-то хочешь, ты добиваешься. Да, может быть, не все достигнут там уровня какого-то такого гроссмейстерского, но то, что все будут хорошо играть в шахматы, это точно, да. Да, это отлично. Как, по вашему мнению, у нас в стране в плане фэшн-фотографии, востребовано ли это в принципе? Значит, ну, понятно, что с фэшн-фотографией у нас, конечно, полная засада. Во-первых, фэшн-фотография все-таки подразумевает наличие в стране одежды. Ее нет, ее нет, нет модной одежды, нет кутюрье вот таких, только-только вот появилась, я бы сказал, тонкая прослойка, только-только появились какие-то магазины, интернет, которым нужны эти съемки. То есть, в целом, я считаю, что мы только на пороге такого большого прорыва. Она вот начинает быть нужна, она появляется, и она становится интересной. Так что вот, если золотой век фотографии в нашей, так сказать, вообще в мире закончился уже, уже все уже снято, что было, то я бы сказал, что золотой век фэшн-фотографии в России только начинается. Так что это, наверное, вот, думаю, что в ближайшие годы будет просто такой сумасшедший взлет. И очень будет востребовано благодаря тому, что, ну, просто появилась одежда, мы стали жить по-другому, появились модные журналы. Если кризис не закроет нас от всего мира, и мы не будем снимать лапти и ватники, то, наверное, да, все будет очень хорошо. И интересно было бы послушать ваше определение фэшн-фотографии. Как вы воспринимаете это явление? Ну, об этом можно долго говорить, да, можно даже как-то там философски говорить. Стал стоять и читать книги по философии фотографии только исключительно из-за школы. Потому что хочется ученикам как-то объяснить какие-то такие более серьезные понятия, но доступным языком все-таки. Поэтому давайте поговорим доступным языком о фэшн-фотографии. Вообще понятно, что все-таки модная фотография, фэшн-фотография, это все-таки так или иначе какая-то реклама одежды. Но реклама одежды, она очень здорово развивалась. Если мы возьмем традиционно, да, что сразу приходит на ужин, на лбок, понятно, да, такие столпы, монстры. То есть такое серьезное издание с красивыми снимками, с крутыми фотографами. Звезда занимает там несколько обложек, несколько страниц, да, разворотов. Желательно, чтобы это вообще была какая-нибудь, да, топ-модель. То появился в последнее время, например, журнал такой, не так давно, журнал ID. Где вообще совершенно другой подход к фотографии. То есть люди с улицы должны занимать страниц не меньше, чем люди, так сказать, с каким-то именем. И появляется такая стрит-мода, появляется такая молодежная мода, появляется какой-то вообще подход. Фотографии становятся совсем простыми, странными. Но странно – это вообще, да, такое слово, определяющее модную фотографию. Вообще слово «модный» – это же, да, это должно быть странным. Если человек модно одет, он одет странно. Да, потому что если он одет не странно, ну, в чем мода? То есть всегда должно, так сказать, это такое, да, должна быть такая грань. Поэтому при мидинге к фотографии должны быть все время какие-то новые, странные, необычные съемки. Какие-то необычные позы, необычный свет, необычное освещение. Всегда надо искать вот этот вот какой-то баланс. Иногда это может быть очень простая фотография, это может быть странно, да. Не помнишь ее. То есть на фоне каких-то замороченных крутых поз ты делаешь какую-то, да, простую фотографию. Это странно, да, ты вроде как не рекламируешь одежду, и вроде там может быть одежда уже не быть в кадре, но тем не менее как-то вот создаешь это настроение. То есть все время вот нужно искать подход. Поэтому, как найти подход, да? Подход надо найти, либо следуя какими-нибудь правилами, либо нарушая эти правила. Чем больше ты нарушил правила, тем более у тебя шанс, да, что ты сделал что-то новое. Соответственно, как я учу в своей школе, учите правила, чтобы потом их хотя бы знать, что ты нарушаешь, да. Это очень поможет. Ну вот, наверное, понятно, да, стало? Ну да, это уже приближает. И в этом смысле вот очень забавно посмотреть, наверное, да, там, наверняка, сразу спросите, какие вас фотографы привлекают. Огромное количество фотографов, да, и это такие вот, если... Вот я специально даже принес, вот, Хельмут Ньютон, биографию. Вообще считаю, что надо читать всем обязательно просто. Во-первых, она очень увлекательная, во-вторых, очень полезная для фотографов. Как вот человек ставит себе цель, как он ее достигает, и все это в очень интересной, забавной такой форме. Понятно, что такие столпы, как Авидон, вот его фотографии там, да, для Версачи, практически все супермодели собраны в одном альбоме. Все супермодели 90-х. Питер Линдберг, потрясающие портреты, да. И это я бы мог перечислять, да, вот лежит книга Мандина, да. Я бы мог перечислять этих фотографов очень долго, понятно, что это есть столпы, но вот темы хороши, наверное, наши времена, что нельзя быть столпом, да. Как только ты становишься вот таким вот, таким известным фотографом, да, как только ты там вокруг начинают ниббы там и звезды, как появляются вот fashion photographer next, да. Новые, молодые, наглые, что-то, по-моему, 30 фотографов новых, люди, которые, так сказать, приходят в фотографии разными способами, не все учатся в колледжах, а приходят откуда-то там, кто-то из кино, кто-то из художественных училищ, кто-то, так сказать, просто случайно поработав на съемках, и они делают, у них новый подход, им совершенно, так сказать, они не уважают этих столбов, они, в общем, совершенно им на них наплевать, и они делают какую-то новую, интересную, модную фотографию, и если ты хочешь соответствовать, ты должен, так сказать, все время быть вот в этом, в этой бесконечной гонке, но это интересная гонка, она не выматывающая, она такая, она такая забавная, интересная игра, то есть ты совершенно не чувствуешь себя тут, что все, так сказать, кончилось твое время, тебя загнали, да, у тебя нет сил, надо что-то придумывать, ну, нет, ты просто идешь, придумываешь, работаешь, но это тебя здорово подстегивает и стимулирует. То есть со временем происходит развитие, то есть никогда не стоит на месте данная стезя. Ну, фэшн-фотография, я думаю, это просто развитие, да, было бы странно, если бы мода, да, остановилась, и мы бы там ходили бы там в каких-то одинаковых, да, костюмах, которые вот стали модные, это навсегда. Понятно, что тут же появится какой-то новый дизайнер, который что-то поменяет, и понеслось по новой. Лапчей давно не видел, например. Понятно, что да, что да, искусство становится таким, уже вот, ну, действительно, вот золотой век, да, достигается, и я думаю, что в моде примерно так же искусство становится таким, композиционным больше, да, таким, я называю это диджейским. Ты уже, тяжело придумать, да, какое-то новое направление музыки, поэтому можно утащить что-то отсюда, что-то отсюда, что-то оттуда, хорошо перемешать, получить какой-то новый продукт. Так примерно и в моде, да, так и в фотографии, но это вот такой общий принцип, и об этом уже рассказывал, ну, давайте повторюсь, что вот как учат в западных колледжах, там, неважно, да, я сделал вот такую фотографию, он говорит, замечательно, расскажи, как ты ее подбегал. А я сходил на фильм, и там был, значит, вот такой интересный свет на главном герое, а потом я зашел в музей, и там в картине, да, каких-то, так сказать, голландских мастеров был вот такой неожиданный свет из окна, а потом я сходил на выставку, и там были новые материалы, да, пластиковые, и я, собрав все вот это, да, и почитав, какой сейчас моден макияж, и поменяв его еще в свою сторону, собрал вот эту картинку, они говорят, молодец, ты правильно понимаешь, как надо действовать, иди и твори дальше. А если человек говорит, знаете, я гений, мне пришло это в голову, я вот так все сделал, они говорят, до свидания, нам нечем у тебя учить, иди, когда тебе придется в голову, создавай новое. Понятно, что так или иначе мы все это видим, мы же живем в этой среде, да, было бы странно, если бы мы, так сказать, сочиняли того, чего вот никогда не видели, да, но это хороший путь, который позволяет тебе вот придумать что-то новое, собрав что-то базовое. И, наверное, перейдем к последнему вопросу. Какие трудности неопредолимые, то есть там, когда съемка просто на грани срыва, вот были в начале, возможно, карьеры, либо же в процессе, ведь возникает такое, когда мы не ожидаем. На самом деле, так сказать, вот я не помню ни одной такой вот загубленной съемки, ну, чтобы не удалось снять, чтобы мы там собрались снимать обложку журнала, и вот, ать, не сняли. Такого нет. Ну, с одной стороны, вообще, да, понятно, что, когда меня там говорят, вы художник, я вот где-то даже очень обижаюсь, потому что я не художник. Я в этом плане ремесленник. То есть ты работаешь на журналы, ты должен соблюдать ритм. Ты не можешь себе, знаете, как принято общее мнение такого художника, знаете, сегодня я не вижу этого. Сегодня снимать не буду, да, все это вот. Что значит, ты не будешь снимать, да? Звезда за три месяца назвала дату, мы приехали в другую страну, мы собрались там на несколько часов, мы разъехались и можем на самом деле больше никогда не встретиться. Но через там три-четыре дня должен выйти журнал с этой обложкой. Поэтому никаких там, какие-то, никто о этих трудностях не должен узнать и заметь, если даже они были. Поэтому в основном они бывают технического плана. и вот однажды мы снимали в клубе в ночном, снимали мы утром, я расставил свет, все было потрясающая картинка, все отстроил, докрашивают модель, выходит пьяный официант, он, видимо, отработал всю ночь, решил утром расслабиться, задевает за какой-то провод, падает, и я остаюсь с одной вспышкой и без всех кабелей. То есть там компьютер, все, у меня только есть фотоаппарат вспышка. 8 утра, Москва, все закрыто, я начинаю потихонечку подвигать в кадр какие-то лампочки, которые я нашел в этом клубе. Редактор журнала меня спросил, знаешь, как-то необычная какая-то съемка, когда уже вышел в журнал, как-то не в твоей манере сняты. Я объясняю ситуацию, он говорит, хорошо, мне понравилось, но я не знал. То есть, в принципе, никто не заметил. То есть ты должен быть к этому готов. Вчера на съемке я уронил фотоаппарат. Nikon D800. Уронил, когда остался последний кадр. 10 минут работы и все. Но, опять же, вот это не мой аппарат. Время ему дали. Но когда ты уже известный потвор, когда ты, аббассадор Nikon, за твоей спиной уже стоит поддержка, ты можешь сразу позвонить, тебе привезли новый, да, уже здорово. И, как ни странно, я здорово вронил, меняют полфотоаппарата, всего 12 тысяч рублей. Меня даже удивило, я ожидал каких-то более сумасшедших денег. Так что, в общем, ничего страшного. То есть, технические трудности со временем уходят. А творческие трудности, они замечательные, они решаются. Да, надо быть к ним готовым. Если ты молодой фотограф, правила 10 тысяч часов никто не отменял. Ну, да, что считается, что 10 тысяч часов ты снимаешь, и у тебя вырабатывается какой-то такой опыт, который позволяет тебе, такая прослойка, которая позволяет тебе не теряться. Да, надо быть уверенным в своих силах, да, надо, наверное, уверенность дает опять же опыт, потому что, ну, никто не хочет прийти к зубному врачу и увидеть, как у него трясутся руки, он волнуется, да, и не уверен. Понятно, да? Так же и к фотографу. Фотограф спокоен, уверен, жизнерадостен, ну, все, да, модель, так сказать, понимает, что все с ней будет хорошо, она попала в надежные руки, и это. Но если волнуюсь, наверное, тоже ничего страшного, да, надо как-то это волнение переводить в творческую, да, в творческую мероприю. Правильно. Я думаю, многих заинтересует, какие же еще планируются уроки в вашей фотошколе? Ну, в общем, понятно, да, вопрос, конечно, и легкий, и сложный. Понятно, что у меня в голове есть план. Я примерно понимаю, как надо научить человека, как сделать из него фотографа, и иногда мне очень жалко, потому что, то есть мне не жалко делиться моими знаниями, это точно нет, но вот буквально вчера мы снимали урок с Катей Пушкиной, и она сделала потрясающий, это, наверное, один из лучших уроков для моделей, которые я могу рассказать, и которые я могу показать. Она потрясающе рассказала, как моделям надо быть в кадре, какой взгляд, как вот надо работать. Если бы я увидел такой урок лет 15-20 назад, я бы сейчас с вами, наверное, даже не разговаривал, я был бы таким крутым фотографом. Нет, но это действительно поменяло бы мою жизнь, это абсолютно точно, это вот без всяких шуток. И мне жалко, что вот я не обладал такими знаниями тогда, и получить их было абсолютно неоткуда. И поэтому приходилось долгие годы делать какие-то, да, такие вот совершенно неверные шаги. Да, приобретаешь потрясающий опыт, но заходишь часто не туда. И теперь можно буквально там за несколько уроков человеку рассказать, и все, и он даже не подозревает, что тебе пришлось там пять лет думать над этим вопросом, приходить, обходить и, наконец, понять. В смысле? А он получает и даже не ценит. может быть, после этого, да, после этого разговора начнет ценить. Да, так вот, у меня вот есть в голове такой план, я примерно представляю, но школа же, да, такой живой организм, потому что я никогда не знаю, да, что у меня, так сказать, куда меня заведет моя фото, жизнь, с кем меня познакомят и какие люди захотят сниматься. и даже планируя съемку в голове, вплоть до того, даже иногда приходит рекламное агентство, где нарисовано все. Вот, вот человек должен быть снят в этой позе, вставлен сюда, поэтому снимаем там на каком-нибудь фоне абсолютно вот эту позу. Пока человек не попал в кадр, я говорю, что, знаете, вот давайте я сниму, как вы хотели, а теперь давайте повернем и будет лучше. И даже в этом случае, да, что-то меняется. А вот когда фотошкола, такой живой организм, все меняется буквально на глазах и я не знаю, вот Кирилл, какие вспышки мне донесет в следующий раз, что выпустит там фирма Nikon, какой новый объектив, да, и об этом сразу захочется рассказать, поэтому лучший, так сказать, совет, наблюдайте, будет интересно. Люди критикуют, это интересно, да, критика помогает двигаться, очень много благодарностей, это менее интересно, потому что, ну, да, хорошо, но это не дает, в общем-то, ничего особенного, да, да, спасибо за уроки, замечательно, я узнаю, что кто-то еще смотрит. Пусть лучше делятся, этими уроками рассказывают, потому что, если мы наберем армию 100 тысяч фотографов, это будет уже такая реальная, да, фотоармия, и мы начнем уже, наверное, менять законы. снимать можно везде, можно когда угодно, да, с нами начнут считаться. Вот, а так, ладно, много. Ну, что ж, Олег, спасибо за интервью, я думаю, будет интересно зрителям узнать ваше мнение по поводу каких-либо вопросов, заданных сегодня, и также о вашей фотошколе. Что ж, смотрите, смотрите канал компании FotoProCenter и фотошколу Олега Зотова, увидите много чего интересного и научитесь просто прекрасно снимать и ставите ему конкурентом. Вы не боитесь этого, кстати? Ну, в общем, конечно, опасаюсь, немножко, но думаю, что еще, так сказать, мне уже немного осталось снимать, так что, наверное, это, да, наверное, не успеют вырасти какие-то супер, с другой стороны, это же такой процесс, да, так много, так много работы и так много интересных вещей, и пускай будут конкуренты, да, придется двигаться больше. Конкуренция помогает развиваться. И покупайте вспышки в фото-процентре, ну, и все остальное тоже. На самом деле, я считаю, что это очень правильное, вот, мне повезло, потому что как-то вот, да нет, наверное, не потому что я такой или там, как-то так сложилось, просто везет, потому что мне нравится работать с друзьями. И когда ты покупаешь у друзей, все вопросы легко решаются. А фото-процентр, это, наконец-то, я произнес правильно, да, это очень дружественная компания. Ну что ж, пока. мы уже это проговорили. Вот. Вот такая везда ближнего. везда. Спасибо. 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 Продолжение следует...